Образование молодежи – это инвестиции в прогресс страны. И сегодня для того, чтобы молодежь получила достойно образование, принимаются все необходимые меры. Тому подтверждение государственная программа СЕРПН-2050. Данный проект в этом году осуществляется четвертый раз и с каждым годом число образовательных учреждений, участвующих в проекте только растет. На данный момент идет процесс приема документов на поступление в учебные заведения. О том, какие возможности дает государственная программа и крак происходит процесс приема абитуриентов, по ней расскажет наш корреспондент. Молодой человек из Тараза Бери Капар по программе СЕРПН отучился в колледже в Семее. Теперь у него в планах поступить в университет в Караганде или Костаная на специальность геодезии с картограф. Молодого специалиста не смущает, что место учебы так далеко. Говорит, главное, чтобы профессия была востребована в будущем и хорошо оплачивалась. Геодезий с картографом – это техническое образование. У нас в стране востребована эта профессия. И я слышал, что у них очень хорошие зарплаты. Я готов уехать далеко. Главное, чтобы была польза государству. Всего в этом году по проекту СЕРПН, участвующим 24 высшим учебным заведениям, было выделено 3793 гранта, а 22 учреждениям технического и профессионального образования – 720 грантов. В прошлом году из Жамбулской области участие в программе приняли 900 выпускников. Из них 700 поступили в высшие учебные заведения, а остальные – в колледже. Помимо стипензий, по программе студентов обеспечивают общежитием и один раз в год бесплатно отправляют домой на каникулы. На сегодняшний день обучается 12 тысяч студентов в 22 вузах и 53 колледжах. В тех регионах, где идет нехватка рабочих рук, в тех регионах, где рождаемость на сегодняшний день упала – это 40%. С целью учебной миграции мы на сегодняшний день привлекаем из трудоизбыточных регионов. Абитуренты в регионах могут сдавать документы в три вуза. Желающих немало. То, что учиться придется далеко от дома, никого не смущает. Главное, чтобы был грант. Стоит отметить, что пока на время остановлен прием документов на специальности ветеринарии и медицины. В институте поставлена очень хорошо внешняя и внутренняя академическая мобильность. Когда студенты нашего вуза, поступившие по программе СЕРПИН, они уже, те, которые два года учатся, они проходят обучение семестр в Алматинском энергетическом институте, в Астанинском вузах Астаны. Также не только здесь, но и еще прошли обучение по программе, поступившей студентами по программе СЕРПИН в Рижском техническом университете. Проект СЕРПИН-2050 дает студентам из южных регионов уникальную возможность для реализации своего потенциала. Одной из предпосылок к разработке программы стало развитие рынка труда Казахстана, который подтвержден влиянием демографических и миграционных процессов. В целом, в рамках проекта для молодежи южного региона дается возможность бесплатно обучаться в организациях технического и профессионального образования и трудоустроиться на развитых производствах. Прием документов продлится до 31 июля.